Всех приветствую! Представляю две схемы подключения потолочного датчика движения типа Рексант, либо аналогичный трехпроводный. Итак, первая схема будет с одноклавичным выключателем. Вот у нас потолочный датчик движения, в предыдущем ролике я показывал. Вот здесь три вывода есть. Соответственно, N это у нас слева, это у нас ноль. А это у нас в центре, с черным, это у нас выход. И L это у нас, соответственно, коричневый. В общем, голубой это ноль. В общем, вот такой датчик движения. Итак, самое главное, что здесь требуются светодиодные лампы, способные работать одной полуволны. То есть, не все светодиоды лампы здесь подойдут. Если ставите, соответственно, точные светильники с оконами GX53, например, то лампы обязательно надо подобрать, которые не должны мерцать. То есть, не каждой лампы не подойдут. То есть, сначала надо проверить, способна она работать, эта лампа от одной полуволны. Только потом уже принимать решение о покупке, если вы будете собирать по этой схеме. Итак, коротко по схеме. При отжатом положении выключателя, в данном случае SA1, у нас работает датчик движения. Это в случае одноклавичным выключателем. Да, он обычно работает, управляя светодиодной лампой. При включении выключателем SA1, то у нас светодиодная лампа горит до тех пор, пока не отключите выключатель. То есть, будет принудительно включение светодиодной лампы. Итак, давайте приступим. Вот у нас два провода, третьего провода нет. Одноклавичный выключатель. Схема содержит четыре радиоэлемента. R1 резистор на 100-киловом случае, если будут подсвечивать или мигать лампочки. Ну, посмотрим. Для начала без него попробую, если не будет, так будет. Итак, нужен конденсатор. Желательно не полярный, можно полярный, в принципе. Если полярный, то плюс будет вот здесь, на катоде. Так, вот я неполярный беру конденсатор и, соответственно, параллельно ставлю выключатель. В общем, вот так вот. Так, теперь, соответственно, конденсатор 2,2 мкФ. Теперь достаю диод 1N4007. Ставлю его параллельно конденсатору. Здесь он соблюдает полярность. То есть, катод я поставлю сверху. В общем, давайте так. В общем, таким образом, вот, параллельно. И поставим, соответственно, проводки. Вот у нас проводки. Вставляем проводки. Так, не лезет. Ну, залез. Раз и два. Схема некоторым знакома. В принципе, некоторые ее видели. Поэтому здесь излишний комментарий для них не требуется. Итак, ставим, соответственно, подрозетник выключателя. В общем, выключатель мы поставили. Так. Теперь нам надо, соответственно, на нагрузке. Так. По схеме смотрим. Между L и A. То есть, L у нас коричневый. А у нас черный. Вот он. Надо поставить диод 1N4007. Такой же диод. Так. Смотрим. Это провод у нас исходящий от выключателя. Так. Ставим, соответственно, один клемму L. И еще нужен диод будет. 1N4007. Так. Подключаем катодом. Кто не знает, катода это кольцо. В таком диоде. Так. Катоп. Следующее. Нам надо получить выход. Берем клемму. Влаговскую. Подключаем диод 1N4007. Сначала выход датчика движения. И диод 1N4007. подключаем. Так. Подключили. Так. Дальше. Подключаем и лампочку нашу. Соответственно, к выходу. Раз. Дальше. И, соответственно, к нулю. Подключаем клеммы N. И, соответственно, датчик движения. Это, то есть, у нас голубой. Дальше. В втором выводу. В втором проводу. Раз. Два. Так, не вставился. Что такое? Так. Все. Соединили. И последний провод, который у нас идет нулевой проводке. Вот. Вот. И все. Все соединили. Теперь ставим лампочку подходящую. Ну, давайте посмотрим каньон. Монтаж закончен. Резистор. Если он не будет мигать, то, в принципе, не понадобится. Так. Резистор на стоке лом должен быть. Давайте включим сейчас. Так. Подаем питание. Так. Так. Это у нас, соответственно, датчик движения. Так. Мигает. Придется резистор ставить. Резистор поставим параллельно лампочке. Так. Принудительно. Сейчас я выключу. Ставим резистор. Так. Резистор поставлю. Вот такой. Параллельно нашей лампочке. Раз. И нулем. Все. Посмотрим. Посмотрим. Итак. Так. Мигание уже прекратилось. Как видите. Все. Нормально. Включаем. Принудительно. Работает. Работает. Так. Сейчас я включу камеру мобильного телефона. точнее планшета. И посмотрим, мерцает ли у нас данная лампочка. Так. Датчик движения включился. Не мерцает. если эта лампа подходит. Давайте следующую. Так. Так. Это мерцает. Видно даже. Эта лампа мерцает. Видно. Видите. Мерцает. Эта лампа не подходит. Так. Следующая. Эта лампа тоже мерцает. Не особо подходит. В общем. Так что нужно подобрать. Так. В общем. Подходит. Далеко не все светодиодные лампы. Итак. Давайте посмотрим. Филипс. Так. Мерцания не вижу. Так. Чисто. Мерцания нет. Подходит. В общем. Подходит. Так. В общем. Подходит. Вот еще хотел показать. Если в случае конденсатным балластом. Она вообще тут работать не будет. Сейчас покажу. Так. подходит. Хотя нет. Горит. Пульсация страшная. Видите. Тоже не подходит. Ну. Принудительно. 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 Тоже не подходит. Вот. Кстати. Вот интересно. Сейчас вот я включу. Махну рукой датчик. И вот видите. То есть не подходит такая лампа. Ну. Короче. Понятно. Да. Так. Рассмотрим следующую схему. Следующая схема у нас. С двухклавичным выключателем. Так. Это от моих движений. В общем. Понятно. Выключатель следует для принудительного включения лампочки. Как видите. Все. Ну. Это лампа хреново подходит. Поэтому. Видите. Вот. Нормальный каньон. Каньон вообще все подходит. Видите. Пожалуйста. Очень понятно все. Выключатель служит для принудительного света. Включения света. Выключить состояние. Соответственно. У нас работает датчик движения. Итак. Все понятно. Так. Вариант подключения. Двухклавичного выключателя. Так. Давайте сейчас. Я покажу. Так. Конденсатор я. Разрежу. От греха подальше. Хотя. В принципе. Он должен разрежен быть. Ну. Все-таки. Ладно. Так. Так. Здесь немножко по-другому подключается. Я сейчас покажу. Так. В общем. Вот. У нас. Двухклавичный выключатель. Тут. Как надо делать. Тут. Лучше подключать его. Так. Вот. Ставить конденсатор. Вот. На крайние. Вот. Так. Вот. Ставить конденсатор. Вот. Вот. Соответственно. Соответственно. Диод. Нам надо. Подключить. Соответственно. Так. Анодом. Соответственно. К левому выключателю. Катодом. К правому. Давайте подключим. Так. Раз. Два. В общем. Вот так вот. Катод справа. Вот. Видите. Укладышный выключатель. Так. Теперь. Соответственно. Вот. Подключаем. Следующим образом. Фазной провод. Фазной провод. Который приходит. У нас. Подключается. На. Общую клемму. А. Другой провод. Исходящий. Подключается. У нас. На. Правую клемму. В общем. Вот. Таким образом. Не знаю. Может быть. Не контакт. Посмотрим. Так. Все. Так. В общем. Вот. У нас. Выключатель. Собрали. Давайте. Проверим. Так. Преимущество. Эта схема. Заключается. В том. Что. Так. Левой клавиши. Можно включать. Датчик движения. Так. Вот. Видите. Включается. 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 Датчик движения. А это. Принудительное включение. Видите. Левая клавиша. Я рекомендую. Включать. Датчик движения. Правое. включение лампочки. Ну, схема идентична. То же самое. Требуется, соответственно, светодиодом. Такие же светодиодом ламп, которые не мерцают от одной полуволны. Такой же я показывать не буду. Ну, в общем, так вот. Ну, сейчас не будет датчиков движения работать. Видите? А вот так ключи будет. Включается. Вот видите, работает. Так, вот. Вот я сейчас выключу. Уже, видите, ничего не будет. Так. А так будет гореть до тех пор правая, пока, соответственно, не выключить правую клавишу. Кнопки работают независимо друг от друга. Так.